Было по всему городу можно было, а сейчас перевели сюда всех. Две аптеки всего на весь город. Идите, скажите, что вы из Заличевского района. Сказали, будем звонить, но не звонят. Это закончился инсулин у людей, а его это смертельно, если не уколись. Две недели ждать инсулин, представьте, две недели. У меня из Заличевского района, Шуська Раиса Анатольевна. Сейчас я пошла, мне выписали эту бумажку для получения инсулина. Искала, искала, где же эта поликлиника. Упала, посмотрите, палец у меня упала, и колено себе поразбивало. Инсулин у меня высокий, у меня 17 сахара. Последний качеств я заправила, а он всего лишь на 5 дней, на 5 дней. Что делать? Я вот со связами, вот палец этот, колено сильно разбила. Вы пришли сюда и что здесь говорят? Нет инсулина, ждите, ждите, может быть, в четверг, а может быть, неизвестно когда. Вот столько, что нам летят. А не обманывайте. Удобавить. С инсулином полный бардак. Кто это сделал, я не знаю, его надо вывезти сюда и публично казнить. В одну клетку, полтора на полтора клетка, у нас в Мариуполе, ну, очень немало инсулинозависимых. Чтобы получить инсулин, тут надо выставить, ну, как еврейственное, привезти рецепт, потом дождаться вызова, когда тебе перезвонят. Две недели. Это анекдон. Две недели. Разве можно с сахаром человеку дождаться две недели? Вам сказали две недели ждать, да? Она сказала, может быть, в четверг, а может, неизвестно, когда вот только что она ответила. Я еле сюда пришла, протопала, потому что упала. Звонок мне этот, телефон не дают. Телефон не дают. А ехать сюда вот человеку. Ладно, я на машине, а вот женщина на автобусе упала. Я еле-еле пришла, упала, вот, к ней все, ну, смотри, что делается. За картриджи оплачивали. Этся лица бесплатные. А картриджи, в которых находится лекарство, оплачивается. Обязательно оплачивается. Вот выдают пять ампул. Этих пять ампул, вот, на пять дней одна ампула. Катыч, так называют. Это вот последний раз вам дали ампулу, и сейчас они закончились, впервые вы здесь, да? Да, сюда. Я сегодня пришла, в отношения. Индокринолога нету. Там все бардак, в пятой поликлинике такой, что в больнице творится что-то ужасное. Вот, рассчиталось, нету. Вот, и одна медсестра. И вот она мне выдала трубочку, идите и ищите, мы сами знаем где. Вот я и пришла. И мало того, что она еще упала. В моем возрасте Исаака Галата кружится. Демнадцать. Каждый, два раза в день. Утром и вечером я калю. Вот, поэтому и вот хватает только на пять дней. Раньше мы приходили в поликлинику, нам давали, вот в Приморском районе, давали рецепт. Мы спускались вниз, и в Азофарме мы брали этот инсулин. Ну, то есть люди, диабетчики, больные, раз они не могут оттуда ехать, потом сюда, потом две недели ждать. Как две? Доктор не имеет права заранее выписывать инсулин. Вот у нас, например, инсулин у моего мужа закончился в прошлый вторник. И что теперь вы покупаете? А купить невозможно, потому что ни в одной аптеке города нет инсулина. Конечно, это только выдается... Нет, инсулина. И что происходит? И у них не купишь. Ничего, бегаю, занимаю, кто может поделиться. Мы, ну, подруга выручила, дала. Ну, так у нее тоже уже заканчивается инсулина, они что же не могут получить? А мы должны будем вернуть ей. Я вообще не знаю. Ну, придется заказывать в других городах или... Я даже не представляю, что... Так вот в баночке буду мотаться, где я живу и где вы. Девочки, скажите, а в чем проблема с инсулином? Вот сейчас я журналист, сайт 0629.com.ua. Сейчас нам все звонят и говорят, что не могут получить инсулин. Я разрешала снимать. Это коммунальное учреждение. Без нашего согласования с нашим поводством вы не имеете права снимать. То есть вы отказываетесь, да, комментировать, почему нет инсулина, и почему люди в таком вот состоянии. Правильно я понимаю? Сайт 0629.com.ua. Кто-то подойдет? Девушка, я не разрешаю, вам меня снимать. Коммунальная аптека. Я не имею права снимать у вас дома, а снимать в коммунальном учреждении я имею права.